Антикризисный закон о дополнительных мерах социальной поддержки малообеспеченных граждан был принят правительством Московской области по личному указанию губернатора Подмосковья. С 1 января 2016 года выплаты в размере 700 рублей ежемесячно будут получать одиноко проживающие пенсионеры или семья пенсионеров, каждый из которых достиг 70-летнего возраста. Еще одним важным условием выплаты материальной помощи является величина дохода гражданина. На сегодняшний день учитывается средний душевой доход, двойная его величина, потому что для пенсионеров на сегодняшний день в Московской области проживающий минимум в размере 8400 рублей. Двойная величина это 16800 рублей. Поэтому, если в семье средний душевой доход не превышает 16800 рублей на каждого члена семьи, то они имеют полное право прийти к нам и зарегистрироваться на эту выплату. Чтобы начать получать деньги, гражданин, имея при себе паспорт, пенсионное удостоверение и выписку из домовой книги, должен зарегистрироваться в управлении соцзащиты. В заявлении он должен указать способ получения материальной помощи через почтовое отделение, Сбербанк или наличную банковскую карту. Хочу обратить внимание, что доход семьи берется не только пенсия, но и все выплаты, социальные выплаты. Это компенсационные выплаты за ЖКХ, это социальный пакет, который получают у нас граждане Российской Федерации. Это у нас и выплаты за проезд. То есть все социальные льготы, которые идут через соцзащиту, они тоже все учитываются в доход семьи. Вышеупомянутый закон принят на три года. Регистрацию необходимо проходить каждые шесть месяцев для подтверждения ранее заявленных сведений. В Люберецком районе на выплату ежемесячных пособий могут рассчитывать около двух тысяч человек. На сегодняшний день уже 700 люберчан оформили документы на материальную помощь. Ольга Щебелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.